Саженец и разговор. Давайте. Вас нету, вас никто не видит. Что надо? Говорите то, что вы говорили про саженцы, купленные до нас. Ну да, я и говорю, все саженцы, которые покупали не у вас. Они все пропали в итоге. Они потому что не адаптированы к нашей местности. Вот понятно. Средняя Азия еще. Да я не знаю. Мы покупали, говорили, что это Минусинские какие-то, говорили, что это Алтайские, что они вроде как морозоустойчивые, что они все хорошие. А в итоге все или засохло или... Ну понятно, вас обманули. И еще, вы когда садили, вам конечно никто с продавцом обрезку не делал предпродажную. Ну вот это я не помню. А сами. У меня как бы жена в основном занимает. Ну вот саженец в ваших руках. Не, ну мы где-то отрезали вот так вот макушку, я помню. А макушка это мало. Да. Но там мы еще вначале, еще нас тогда не предупреждали, что нельзя там вот эту какую-то шейку закапывать. Мы там посадили, помню. Она сидела-сидела, пока потом раскопали, вроде что-то пошло, а потом тоже пропали. А, ну поздно, да. Ну ладно, все понятно. Это примерно 508 или или 1050, кто мне рассказывает. А вот этот как, с этим раком яблонь вы не боролись никак? Я единственный кот на планете, который знает все, включая и причину. Так вот, значит, вы говорите о том, что у вас наверняка погибли яблони. Все. 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 Яблони погибли. Вот смотрите вокруг, я вас не показываю. Вот здесь вот, вот здесь вот. Мне нужно три минутки от вас. В каждом саду, вот в том саду, в том саду, в том... Есть старые яблони? Нет, были до десятка яблони всего лишь. Вот сюда ко мне приезжали, знали меня уже тогда, 20 лет назад знали меня. Ну я лидер как бы был местный. Плюс печатался уже. Приезжали скупщики, Константинович, короче, у меня всегда был полный сарай яблок. Вот я дороже всех продолжал. По 80 рублей ведро. А все по 50. Константинович, где? Там 10 ведер, там 15 ведер, там... Нет, нет, слушайте дальше. А так, слушайте дальше. Что было? Изобилие дичайшее. Там почти 300 ведер яблок каждый год. Вот здесь 200. Вы представляете, что творилось? 200 ведер. И там на берегу 200 ведер. И в одночасье все было уничтожено. Не только у нас тут, не только у вас. Во всей... Сибири. Вообще Сибири практически. Вообще Сибири не было. А у нас было изобилие. Вот Минусинская котловина, Сайногорская, Минусинская. Сайногорская, Минусинская, Шушинская. А пока вот 4 пальца. Вот. Это была изобилие дичайшее. От меня везли. Нет, так я сам местный. Я меня... Все это знаете. Я здесь родился. А дальше я говорю. Я говорю. Есть понятие черный рак, на который свалили. Абсолютно ни при чем, абсолютно ни в чем не виноваты. Гриб, который ест только мертвая ткань. Вначале уничтожается дерево, кора становится грунтом. То есть просто пищей для грибов. И на мертвую кору садятся грибы. Вот. Но потом, значит, я знаю все попытки местных авторитетов. Но у наук официально валило на грибы. То есть это стопроцентная ошибка. Когда погибли сотни тысяч за несколько лет. И сейчас ничего не вернулось. Выжили только вот. Вот она, тайга. А в ней, к Сибирке, окультурной, только они выжили. Дикая, да. Дикая вот эта вот дичка выжила вся. А это... И когда ты к дикой дичке прививаешь культурно, она почему-то тоже выживает. А вот культурная яблони не выживает. Вот. А теперь слушайте, почему. Главная причина бактериальная болезнь. Она не имеет названия. Она здесь не знакома. Ученые сказали, пошли вы нахрен на это грибы. Вот. То есть отстаньте от нас. Что, грибы должны жрать живую ткань? Никогда. Это единственный человек на планете, который это говорит. Вот. Патогенных грибов не существует. Они придуманы для того, чтобы ничего не делать. Далее. Значит. Усугубило проблему что? Когда началась массовая гибель, а меня уже знали все, если с повторами 600 передач по местному телевидению за два года. Видели меня хоть раз-то? Нет, ни разу не видел. А где же вам это? Вы такой специалист. А меня показали... Я сам, я спасал сам. У меня три года, и только на четвертый год. То есть когда рак пошел, у меня две яблони погибло, и я понял, что кроме меня никто... Я начал спасать. Но я как спасал? Я спасал чисто методом тыка. То есть у меня... Я увидел, что пропадает кора, то есть идет вот этот перехват узла. Я понял, что надо спасать именно подачу пищеварения, или грубо говоря, подачу питания стволу. Что я начал делать? Я просто начал заматывать солидовым сначала, потом тряпкой заматывал, а сверху наносил мастику по дереву, которая... Это как гипс. Это на больное место? На больное место. И она получалась, как у меня вот здесь, и она перекрывала доступ воздуха вот этой бактерии. И она там дохла, там внутри. И вот три года она, яблоня начинала у меня расти, давала урожай, и все. И на четвертый год, причем все, вот все, что я вам сейчас рассказываю, у меня пять было шикарно, они одновременно. И на четвертый год вот эти все шикарные кроны, которые выросли, которые эти, без болячек, проходит весна, вот эта зима, приходит весна, и они у меня все пять стоят сухие. Так вот, слушайте сюда. То есть они на четвертый год умерли, просто засохли все. Так, большой долей вероятности. Когда вы лечили, вы умница, молодец. Я бы вам сейчас сразу бы отправил в этот Абаканский институт оградных проблем. директором, я бы отправил. Независимо от вашего диплома. Не, ну я просто. Так вот, нет, да слушайте. Так вот, то, что было до того три года, это было просто заболевание обычное. Вот, и вы его лечили правильно. А вот три года прошло, живо. А потом только вот эта бактериальная болезнь-то и была привезена со Средней Азии. К ней опротивнял казалось беззащитной. Все яблони! Все, вот все, что я рассказывал, 20 ведер собирали, там 50 ведер, это еще мало. А сейчас вот, который, вот я вот сейчас сделал, ее что ждет? А мы еще не знаем. Дело в том, что я еще второй палец загибаю. Первый, привезли эпидемию. Второй. Дело в том, что я когда королл, я сейчас говорю, передач с повторами моих было 600. Это вы не видели. А мне по улицам проходу не давали. Началась эпидемия. Константинович гибнет. Я поехал по садам. Я не отказал ни одному человеку. Я во всех садах до единого видел то, что видел в Подмосковье. Все деревья изувечены людьми. Кроны неправильные. И вот эти яблони дополнительно к тому раку дикому, ну, назовем условно, бактериальный рак. Я его так назвал, лично я, для жути. Рак бактериальный. Вот. А у людей все до единого, они были искалечены. Прорежали крону, делали искусственные штамбы. Резали, резали, как положено. Каждый год надо яблони резать, это вам любой этот. В интернете любой этот самый. Ну, я этим не занимаюсь. Слава Богу. Но. Я вообще как бы не сторонник. Но. Вот это вторая причина, по которой все это здесь исчезло. А теперь я говорю, вот посадите и больше к ней не подходите. Вот я мог сразу это сказать, и никакого фильма не было. А так хоть какой-то фильм будет. Люди же услышат это. Значит, южная вы опять, вот допустим как, южная привозит болезни. У вас что-нибудь от южных осталось? Нет. Слава Богу. А я вообще, я говорю, у меня вот выжили только ваши. То есть, вот на сегодняшний момент у меня саженцы, вот которые мы три года назад у вас купили, пять штук, они у нас сейчас все сидят. И вот в этом году, это первые должны, уже все цветут, должны показать яблоки. Мы ждем. Почему вы стесняетесь показать такое симпатичное лицо? Не надо, не надо, ну ладно. Я все равно рад с вами был пообщаться. Всего доброго, дай Бог вам здоровья, мой разум, как старики говорили. Ага. Ваше время. Ладно. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. Ну, друзья, пусть я еще раз, пусть я повторился. Но я, во-первых, говорил конкретному человеку, надеюсь, что он никогда не секаторам не подойдет. И что, ладно, там калечим какие-то другие. А они вроде растут, и на меня даже обижали, в каком плане. А я калечим, а у меня живы, а у меня плодоносят. Ну, с яблонями уже понятно, докалечились. На очереди, теперь такая же болезнь поступает к грушам. Грушам. Поэтому еще раз говорю, не режьте груши. Если мы что-то режем, ну, я вот не могу остановиться. Смотрите сюда. Скажите, ну, Железов, ты что такой, это, наглый, почему ты такой наглый, почему ты врежешь? Вот ты отрезал, Сергей. Только причина одна. Приказ от энергетиков. Отрезать. Иначе, сказали, мы еще и сами выпилим. Вот, потому что им так, у них должность такая. Вот и вся причина. А иначе зачем бы я это делал? В прошлом году вот здесь ковром лежали эти же самые. Сейчас я вам их покажу. Вот, ковром лежали эти же самые, как в этом году будут лежать. Вон они, плодики, видите? Вот. И люди их собирали и ели, а я радовался. Понимаете? Потому что я их тут не собирал, так как мне одевать было некуда. Вот. И только вынужденная мера, только вынужденная. Потому что это электробезопасность. Ну, что еще сказать? Вот. Раз уж камера включена. Что еще сказать? Вот эти вот вишни, да? Сейчас я вам покажу. Вот. Здесь вот эта вишня здесь была. Это ее потомки вегетативные. Вот видите? Вон они растут. Ее разорвало пополам. Вот так. Остался пень. Посмотрим еще сюда. Вот эта не тронута. Может, ее бы разорвало, но она, видите, она упирается и в соседский забор, и вот в наружный забор. И когда здесь огромный урожай отборных вишен, они умудряются не развалиться. А вот здесь, ну-ка, заходите мне туда. А давайте, здесь посмотри. Вот она, видите? Развалилась. Последняя из этой четверки. Е-мое-мое, расстроился я. Надо было ее по неволе, но надо было отпиливать, чтобы она вес уменьшилась. Вот. Ну, что же там делать-то? Ну, я, в принципе, эту показывал. Ну-ка, с этой стороны. Вот она, вот она, видите, развалилась. Пилить. А молодняк так быстро. Видите, как молодняк. Тут, молодняк, тут, молодняк, тут. Это вегетативные дети вот этих вишен. Вот той, вот этой, которая вдруг развалилась. Здесь, кстати, и получается, и последняя тоже, я только сейчас увидел. Хвастался, что забор держит. Не удержал. Вот. Ну, ничего, там, если я отпилю, то не полностью. Она умирать не собирается. Посмотрите, сколько на ней цветов. Видели? Ну, что, польза какая-то будет от этого фильма, как вы думаете? Вот здесь пень. Вон он, пень. Кстати, я уже успел привить отводочек, видите? Вот. А вот это чересня. Когда стоило вот это спилить, вот этот пополам это, разорванную вишню, отводки быстрее пошли, чем если бы вишня была цела. И замена моментальная. Видите? Ну, что, друзья. На этом закончим разговор очередной. Итак, яблоням, я Талдычу уже 10 лет, 12, как произошла эта страшная катастрофа. Сотни тысяч одномоментно. Вы думаете, он выдумал, когда говорил, что все пять, крона, все, а потом раз, все мертвые. Это была одномоментная акция. Кто привез, никому не интересно, жалко. Я единственный, кто ходил по садам, смотрел и сказал, ну, хотя бы отодвинуть катастрофу. Прекратить резать. Единственная обрезка, вынужденная, когда саженец пересаживаешь, он не может выкормить крону, верхушки болеют, верхушки отсыхают. Лучше уж отрезать полкроны, один раз. И больше не подсходить к яблоням, на ближайшие 10-20 лет не подсходить. И еще эта катастрофа не кончилась, она притихла. Знаете, почему яблоневая катастрофа? Сказать, потому что больше у них сажать нечего. Вот таких яблонь, как у меня, остались единицы кругом. Единицы. Абакан, ужас какой-то. Раньше сейчас на рынке продают. Пятачок, где этот пятачок? Сколько человек мне звонило? Константинович, торгуют тоннами, я те же яблок, да, южных. И говорят, не беспокойтесь, это местное, это из хозяйства Железовского. Вот все, вот, то есть мы фамилию переврали и смотрят людям в глаза. И продают отборное, а местное, и последнее скажу, мне обидно было, страшно. Я два сезона, я ездил за два сезона в Абакан 60 раз, ну, примерно. Я, у человека была беда, вот, практически лежать. А я возил туда процедуры, 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 бесконечно, вот, после тяжелейшей травмы. А что мне было делать по несколько часов? Я ходил по рынкам, я видел эти проклятые, проклятые саженцы, все обреченные на смерть. Я видел, как местное торгует ранетками, ранетками, полукультурками. Нету крупноплодных яблок, все уничтожено. А раньше, какая была изобилие, представляете? Вот, поэтому еще раз, уж то, что, но яблоням, секаторам не подходите. Не подходите, желательно вообще не подходить. Вот, но сегодня у меня вебинар, сегодня 20-е, понедельник, по Москве в 8 вечера. Конечно, вы узнаете про вебинар позже, когда он, наверное, состоится. Сейчас уже, наверное, где-то обед. Вот, вряд ли фильм выйдет раньше, я все еще в деревне, не в городе. Но я еще раз хочу сказать, запомните эти слова, посмотрите потом мой вебинар в записи, ладно? Я там еще к этому вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok